Я всех приветствую, с вами я, Лексус, и вы на канале Investking. Ну что ж, вот и подошел к концу 2020 год. Было много проблем, но много и хорошего, в принципе, тоже было. Ну что ж, хотел бы перед началом ролика поздравить вас с наступающим, а тех, кто смотрит уже после первого числа, уже с наступившим 2021 годом. Пусть он будет удачным, успешным, и чтоб акции, как говорится, росли. Ну и, естественно, чтобы закончилась, наконец, эта пандемия, и можно было уже вздохнуть спокойной грудью. Ну, а еще одно важное событие, которое произошло на моем канале, это 100 подписчиков. Я бы хотел поблагодарить вас за эту сумму, я очень долго к этому шел, и я очень рад, что я, наконец-то, смог этого достигнуть. Следующая цель уже, конечно же, будет более большая, это 1000 подписчиков, и мне очень приятно, что вы меня поддерживаете, что вы пишете свои комментарии, ставите лайки. Меня это очень дико вдохновляет. Спасибо вам всем, я стараюсь ради вас. Ну и на обзоре у нас сегодня инвестиционный фон недвижимости, или же попросту рейд. И компания эта называется Spirit Rate Capital. Это одна из моих самых любимых рейд-компаний. И сейчас я вам расскажу, почему. Я считаю, это акция Рост плюс огромные-огромные дивиденды. Поэтому, приятного вам просмотра. Сегодня на повестке дня по многочисленным просьбам компания, которая инвестирует в операционно важные объекты недвижимости, подлежащие долгосрочной аренде от 10 лет. Это Spirit Rate Capital, тикер SRK. Ведущая компания Рейд по состоянию на 30 сентября 2020 года имеет 1778 объектов в собственности с совокупной арендуемой площадью 3,45 миллиона квадратных метров. В 48 штатах, включая торговые, промышленные и офисные здания, сданные в аренду 296 арендаторам. В 28 отраслях розничной торговли. Компания сдаёт свои объекты по схеме Triple Net Lease. То есть, тот, кто снимает или резидент, платит из своего кошелька за аренду, налоги, страховые платежи, ремонт и содержание объекта, то есть коммунальные платежи. Такая схема куда выгоднее для собственника, то есть для нашей компании Spirit Rate Capital, чем для резидента. Бизнес этой компании можно назвать диверсифицированным. Среди её клиентов можно увидеть сеть аптек Walgreens Boots Alliance Inc. У нас, кстати, был обзор на эту компанию уже на канале, поэтому в подсказках и в описании вы найдёте ссылочку. Также у компании есть такой арендатор, как Dollar Tree или Family Dollar. Популярный американский магазин с фиксированной ценой в 1 доллар. Подобно нашему фикс-прайсу. Крупнейшая в мире сеть по продаже инструментов и строиматериалов The Home Depot, наверное, тоже многие слышали. Дальше я бегло перечислю других съёмщиков. Внимание, это не полный список. Так вот, компания имеет круглосуточные магазины, также присутствуют и фитнес-центры, рестораны быстрого обслуживания, то есть Макдональдс, KFC и так далее, кинотеатры, автомойки и другое. Но при этом бизнес нельзя назвать безопасным из-за присутствия в бизнесе кинотеатров, спортзалов. Да, большинство оринаторов всё-таки стабильны, но процентов 30-35 всё-таки есть на рискованные сейчас в пандемию отрасли, которые переставали и не платили во время локдаунов. Но, как указано на сайте компании, на октябрь у компании занято около 99% всех её площадей. И исправно получают деньги они с 93,3% площадей. Хотя на апрель 2020 года это было меньше 70%. То есть, в принципе, мы можем сказать, что у компании примерно 25-30% рискованных площадей, то есть это кинотеатры, рестораны быстрого питания, фитнес и отели, которые страдают больше всего от пандемии. И сейчас они, в принципе, большинство восстановились. Причём оставшиеся 6,7% от недополучаемой аренды лишь отложены на некоторое время. Они вовсе отменены. Я думаю, что это даже, в принципе, хорошо, потому что компания заботится о своих резидентах, то есть о тех, кто снимает у неё недвижимость и даёт им шанс восстановиться и не обанкротиться. 6,7% для такого крупного бизнеса, конечно же, это большие суммы, но я думаю, это не критично. И в скором времени, уже в 2021 году, я думаю, к второму кварталу, мы увидим получение денег с аренды уже на уровне 98-99%. Теперь давайте посмотрим на фундаментальные показатели. Будем руководствоваться последним доступным отчётом. Это отчёт за третий квартал 2020 года. Рыночная капитализация компании составляет 4,4 миллиарда долларов. Более 108 миллионов акций в обращении. За третий квартал компании было выпущено 2,8 миллиона обыкновенных акций, что принесло чистую выручку в размере 99,7 миллионов долларов. То есть почти 100 миллионов долларов. Но для рейд-компаний доп. эмиссия акций это норма. Если хотите узнать почему, пишите в комментариях, и мы разберём особенности этого рейд-сектора. Кстати, на данный момент SRK убыточен, поэтому EPS равно минус 0,14. Честно говоря, у большей части рейд-компаний такие же проблемы. Не будем зацикливаться на этом. Сразу отпадает возможность посчитать P на E. Однако, это необязательная процедура для акций таких компаний. Всё из-за того, что недвижимость растёт в цене, несравнимо с её полной стоимостью, и компаниям нужно тратить средства на амортизацию, что делает их доходы низкими, следовательно и низкие налоги. Да и по индустрии он очень высок, около 50. Скорректировать это помогает мультипликатор FFO. То есть средства от операций равны чистый доход, плюс износ, плюс амортизация, минус прибыль от продажи недвижимости. Эту информацию компания пишет в своих отчётах. То есть P на FFO – это своего рода аналог P на E, но только для рейдов. И P на FFO у компании равно порядка 14,7. Это в общем в пределах нормы. То есть как бы для компании это было бы примерно на уровне P на E около 15. То есть это даже очень хорошо. К примеру, у Realty Income, обзор на который мы скоро сделаем, это очень известный рейд компании, считается одной из самых надёжных в мире. P на FFO у неё составляет порядка 20. То есть в целом мы видим, что у компании довольно хорошие P на FFO. Из положительных вещей хочется отметить стабильный рост акционерного капитала. С ростом активов, разумеется. На данный момент он составляет 3,3 миллиарда. Посчитав P на FFO, мы получим примерно 1,34. Иными словами, мы платим за каждый доллар компании 1,34. Что в принципе в пределах нормы. P на FFO у компании составляет 8,61. Это, конечно, далеко не критичное значение, но и компания не выглядит недооценённо по этому показателю. Мы не можем посчитать ни рентабельности, ни PEC. У компании из-за того, что у неё отрицательный чистый доход на данный момент. Но ничего не мешает посмотреть на дивиденды. Они у компании, как у всех рейтов, высокие. 6,22%. Payoutration выше 90%. Хочется сказать, слишком высокий показатель. Но только не для рейтов. Им полагается выплачивать примерно 90% своей прибыли на дивиденды. Выплаты у нашей компании ежеквартальные. Поговорим немного про долг компании. У компании нет краткосрочных обязательств, но коэффициент долгосрочной задолженности к акционерному капиталу выше 75%. Это не очень приятное известие. Однако отношение долга к собственному капиталу с РК снизилось с 113,5% до 75% за последние 5 лет. Плюс рейты растут в основном за счет выпуска новых акций, то есть доп. эмиссии или за банковские кредиты. А эти деньги они инвестируют в другую недвижимость. И по причине дороговизны покупки недвижимости и необходимости выплачивать много дивидендной выплаты, рейт компании имеет высокую задолженность. Но что мы видим? Что в принципе сейчас низкие ставки по кредитам. И я думаю компания немножечко наберет долгов. Это даже будет очень хорошо. Потому что компания имеет довольно-таки хороший кредитный рейтинг и может набирать долги по низким процентам. А получать доход с продажи, то есть в аренду недвижимости, она может более высокий, чем процент по кредитам. То есть задолженность, иными словами, это привычная практика среди рейтов. Плюс хороший кредитный рейтинг позволяет компании брать кредиты по очень низким ставкам. Если смотреть на котировки, то цена за год упала на 22,5%. Все связано с тем же карантином. Площади простаивали, выручка упала, особенно вот в этот локдауновский период. Перед заключением хочется сказать про один очень приятный факт. СРК заботится об экологии и к их мерам можно отнести. Активную переработку таких материалов, как алюминий, бумага и пластик. И использование переработанной бумаги, где это возможно. Использование автоматической системы управления освещением. Поощрение сотрудников к отключению оборудования в конце рабочего дня. Экономия воды за счет использования водяных машин, чтобы побудить сотрудников использовать многоразовые бутылки с водой. Использование биро-разлагаемых чашек. Также в самом начале пандемии, а именно в апреле, многие из инсайдеров решили закупиться. Итак, SEO компании закупился по цене 29,30$ на сумму 290,000$ порядка 10,000 акциями. Главный консультант закупился по цене 25,50$ на сумму 127,000$, это 5000 акций. И менеджер, буквально вот тоже в период апреля, закупился на сумму 50,000$, это приблизительно 2000 акций по цене 25,7$. То есть, как мы видим, в принципе, менеджмент компании верит в компанию и покупает собственные акции, что, естественно, является положительным моментом. В прошлом у компании были довольно большие проблемы как с доходами, так и с балансовым отчетом, то есть с долгами. Но компания решила полностью перестроиться и поменять свою стратегию на долгосрочную перспективу. И компания продала многие-многие некачественные активы и постаралась оставить у себя только качественные, хорошие активы и объекты недвижимости, что дало более качественный, сильный баланс и также увеличило маржинальность бизнеса. Поэтому сейчас мы можем увидеть по динамике довольно неприятную ситуацию, как по выручке, так и по балансовому отчету. Но в целом последние года 2-3 у компании видится рост, то есть она переориентировалась и перестроилась в целом в более сильную, более надежную компанию. И теперь взяла курс на постоянное повышение и увеличение как бизнеса, так и дивидендов, что, естественно, как инвесторам нам очень нравится. И в момент этой перестройки, естественно, цена была намного ниже. Поэтому и сейчас в целом многие недооценивают эту компанию. Поэтому сейчас, в принципе, неплохие цены, чтобы начать потихоньку подбирать эту компанию. Но и поэтому все риски нужно обязательно учитывать. И будьте осторожны с такими активами, не покупайте их на супер большие суммы, но как вариант на 2-3 до 5% от портфеля, я думаю, вполне хороший вариант, потому что компания взяла хороший курс на долгосрочную перспективу и пока дела идут все лучше и лучше. Ну что ж, я думаю, мы разобрались в целом, чем занимается компания, на чем строится ее бизнес. Но теперь поговорим, почему же я вижу в этой компании перспективы. Во-первых, и самая главная, наверное, причина, почему я взял эту компанию в свой портфель, это то, что в целом население, мир растет. И Штатов, то есть США, тоже в целом растет. И, естественно, чем больше население, тем больше выгоды нашей компании, так как цена на недвижимость будет только расти. И, естественно, наша компания сможет повышать арендную плату. То есть у компании в целом есть защита минимально от инфляции, то есть она может постоянно понемножку повышать арендную плату. И, естественно, новые покупать объекты недвижимости, которые она в последующем и будет сдавать. Сейчас низкие ставки, естественно, ей это только на руку. я думаю, она сможет приобрести новые объекты недвижимости, с которых будет получать неплохой доход уже в ближайшие годы. Поэтому, я думаю, у компании довольно большие перспективы. Если она с этим годом хорошо справится, и вот этот ее итоговый годовой отчет будет хорошим, то, я думаю, компанию можно назвать одной из лучших в рейд-секторе. Естественно, с большими перспективами, так как компания довольно небольшая, и ей есть куда расти. И, подводя итог, мы можем сделать вывод, что компания очень хорошая, хоть и имеет рискованные активы, но все-таки большинство активов в компании – это надежные сферы деятельности, такие как аптечная сеть, товары для дома, товары для семьи, получаются продуктовые товары, которые даже в карантине, в коронавирус, никак не пострадают в принципе. Поэтому мы можем говорить, что большинство доходов в компании защищено, по крайней мере 60-70%. Ну а что касаемо рискованной части портфеля – это фитнес-клубы, развлекательные какие-то центры и, естественно, кинотеатры. То есть здесь мы, конечно, можем увидеть небольшую просадочку по доходам, по количеству арендаторов, но я думаю, компания сможет с этим справиться и переориентировать свои площади на какую-то либо другую скорую деятельность, либо сможет найти новые компании, которые появятся уже после коронавируса, которые будут заниматься, допустим, теми же самыми кинотеатрами, фитнес-залами и так далее. Я думаю, спрос на это будет всегда. По крайней мере, на фитнес спрос растет с каждым годом. Поэтому, друзья, я думаю, особой проблем у компании не будет, и она совсем справится. Да, у компании есть определенные риски, но именно из-за этих рисков компания стоит довольно дешево сейчас. Поэтому этой компании я ставлю оценку 7 из 10 и держу ее у себя в портфеле на долгосрочный период. Но, конечно же, это не является инвестиционной рекомендацией. Желательно, если вам понравилась эта компания, разберитесь в ее отчетах. Сами посмотрите все обязательно, и подходит ли она под вашу инвестиционную стратегию. Ну, а что ж, с вами был я, Лексус, и канал Инвестгин. На этом мы заканчиваем этот выпуск, и я надеюсь, он вам понравился. Я очень старался. И еще раз всех вас с наступающим или с прошедшим в новом 2021 году. Альвит Берчинус! Субтитры сделал DimaTorzok